Субтитры подогнал «Симон» В эфире вечерний выпуск новостей на канале 12 в студии Вера Кучеренко. Здравствуйте. И коротко о главном. Отключение горячей воды в индустриальном районе запланировано на два дня. Причина – устранение разрывов на теплосетях. Почему такие работы не ведутся в период гидравлических испытаний? И есть ли гарантии, что после ремонта утечек не будет? Сегодня мы сняли Татьяна Жданова и Дмитрий Маков. Несмотря на погоду последние четыре дня в Череповце и Череповецком районе объявлен первый класс пожарной опасности. Как лесники готовятся к сезону лесных пожаров, расскажут Иван Бурыкин и Анатолий Холин. Знамя победителей сегодня показали череповчанам. 30-метровое полотнище шили из кусочков кумача активисты, которые принимали участие в акциях, приуроченных к празднованию Дня Победы. Без горячей воды сегодня остались больше сотни жилых домов, детские сады и поликлиника. Причина отключения – разрыв магистральных теплосетей. Восстановительные работы запланированы на два дня, однако специалисты не дают гарантии, что аварии не повторятся. Моя коллега Татьяна Жданова продолжит тему. Сегодня без горячей воды остались 122 дома в индустриальном районе. Из них три детских сада и поликлиника. В шести утра на участке от улицы Ленина до улицы Ломоносова проводились работы по устранению разрыва на магистральном трубопроводе диаметром 400 мм. Эту утечку специалисты обнаружили еще зимой. Сейчас работы продолжаются. Магистральным трубам в этом районе более 25 лет. Их нужно менять, считают специалисты. Но средств на это пока нет, поэтому приходится обновлять только поврежденные участки. Но это не дает гарантии, что авария не повторится. Выявить слабые места на теплосетях помогают гидравлические испытания. Гидравлические испытания, скажем так, они выявляют тонкие места. По максимуму мы постараемся, скажем так, их устранить. В плановом режиме мы готовы, скажем, в пределах денег, выделенных в тарифе, произвести ремонт порядка 500 метров магистральных тепловых сетей. Гидравлические испытания в индустриальном районе начнутся 2 июня. Сейчас специалисты проводят плановые работы. В индустриальном районе устранят две утечки. Одну из них на улице Жукова выявили на днях. Восстановительные работы начнутся завтра. По словам специалистов, большая удача, что неполадку обнаружили именно сейчас. Позднее утечку устранить было бы сложнее. Представляете, это когда авария происходит, выход из строя, все в авралии работает. Это очень, конечно, не есть хорошо. Удобно, когда в плановом порядке, правильно, отключаем. Когда мы все отключили, раскопали, подготовили, все спокойно. Все потребители в курсе, все домоуправления тоже в курсе. И все готово. И главное, что не зимой. Однако даже после гидравлических испытаний на сетях происходят аварии. Так было и в начале этого года. Вспомним ЧП на улице Ленина, аварию на выходе с Южной котельной и разрыв теплосетей в Заречье. Одни специалисты винили ветхое состояние труб, другие – некачественно проведенные гидроиспытания. Чтобы в будущем не искать виноватого, власти города приняли свои меры. У нас непосредственно от органов местного самоправления создана специальная комиссия, которая будет участвовать при проведении всех гидроиспытаний на всех районах города с точки зрения осуществления контроля за качеством проведения этих испытаний, а также за качеством проведения работ. Сегодня горячую воду обещали вернуть к концу рабочего дня. Однако уже завтра с пяти утра в индустриальной части города без коммунального блага останутся 59 домов. А северный район лишится горячей воды целиком. По словам специалистов, это связано с модернизацией котельной. Также из-за обновления оборудования 22 мая ограничат напор горячей воды за Шекснинском районе. Дожди, как манна небесная. Из-за погоды в Череповецком районе класс пожарной опасности снижен до минимального первого. Лесничьи пользуются передышкой и готовятся к горячему сезону. Пол дня с ними провел Иван Бурыкин. В городе дождь, а в районе над лесами тучи ходят хмуро. Но осадков не было фактически с марта. В нескольких селениях опустили колодцы. Противопожарные водоемы высохли, торфяники осушились. Произошло уже три лесных пожара. За последние четыре дня благодаря дождям ситуация чуть улучшилась. Стало больше грунтовых вод. Вырос и уровень Рыбинского водохранилища благодаря запуску Рыбинской ГЭС. Пока действующих очагов возгорания нет, в лесу у Рощина пашет трактор. Противопожарных рвов, или как их называют лесничья, минерализованных полос уже проложено 90 километров. По плану будет 264. Больше всего внимания самым пожароопасным местам. Там, где любят отдыхать череповчане, и в сосновых барах. Самый опасный вид пожара – это верховой. Последний раз в Череповецком районе он был зафиксирован в далеком 1999 году. Но не застрахованы от него и этим летом. Ведь защитить от него не могут даже минерализированные полосы. Он распространяется с помощью ветра. И даже быстрее, чем он. И может преодолеть даже ширину дороги. В том числе и трассу Вологда-Новая Ладога. По прогнозу синоптиков, пасмурная погода закончится к выходным. Лесничья прогнозируют, что сезон лесных пожаров начнется с середины июня. Как только простоит там неделя, ну, 10 дней сухой и жаркой погоды, обязательно начинаются возгорания в лесу. Ну, как бы мы этого не хотели, как бы мы не старались этого избежать, все равно начинаются возгорания. Это от неосторожного обращения с огнем. Ну, 97% – это человеческий фактор. Конечно, от этого. Палы сухой травы – причина печально известных пожаров в Хакасии. Та же причина и у двух пожаров в Череповецком районе. Огонь перекидывался с поля в лес. Пока специалисты справляются с возгораниями. Но после пожаров в прошлых лет до сих пор остаются пепелища. Также, как отстраивают сгоревшие дома, восстанавливают и лес. В Шухтовском питомнике на 20 сотках выросли 150 тысяч елок. Их хватит на 50 гектаров леса на месте вырубок и пепелищ. После лесного пожара год ждут, восстановятся ли местные растения. Еще через год, если зелень не появилась, все подчистую вырубают. И только потом садят 15-сантиметровые саженцы. Здесь посеяна елка, еле обыкновенная наша. Возраст посея, возраст этой елки уже три года. И она уже стандартно годна к посадке. Там, где проведена уже подготовка почвы, там проходит специально, делают канавы. И там вот этими елками производим лесовосстановление. То есть, чтобы там лес вырастал, хвойный, примерно через 80-100 лет. Самый верный способ борьбы с лесными пожарами – осторожность отдыхающих. Прежде всего, тщательно потушенные костры и окурки. А если пожар начался, нужно как можно быстрее сообщить лесничим. Локализация происходит в течение первых полутора-двух часов. Вокруг кромки проливаются. И тушение пожара в первые сутки. Если же пожар уже 10 гектаров больше, то достаточно сложно его, даже при нормальном ветре, не сильном ветре, достаточно сложно его локализовать. То есть, остановить и удержать в этой площади. А тем более потушить. Уже возвращаясь со съемок, мы встретили на трассе пожарные машины. К сожалению, передышка для лесничих долгой не бывает. Сигнал о пожаре поступил сегодня на пульт 01. Около двух часов дня звонившие сообщили, что в одном из подъездов на Ленина 155 сильное задымление. Какая квартира горит, неясно. Как нам сообщили в службе пожаротушения, по прибытии на место специалисты обнаружили, что очаг возгорания был непосредственно в подъезде. Кто-то прямо на лестничной клетке поджег ворох газет. К моменту приезда спецслужб жильцы успели самостоятельно потушить огонь. Пожарные проветрили помещение. Добавлю, что в случае возгорания в многоквартирных домах на вызов приезжают спасатели. Скорая помощь, огнеборцы. Сюда прибыли 13 человек личного состава. Четыре автоцистерны и автолестницы. К счастью, люди не пострадали, эвакуация не потребовалась. Строительство и ремонт пандусов могут включить программу капремонтов жилых домов. С такой инициативой к областным парламентариям обратились представители общественной организации молодых инвалидов. Вопрос рассмотрят на предстоящей сессии ЗСУ 27 мая. Всего в повестку дня включено порядка 30 вопросов. Их утвердили сегодня. На коллегии депутаты рассмотрят четыре законопроекта, направленных на объединение сельских поселений в Бабушкинском, Белозерском, Вожигодском и Юстюженском районах. Также на сессии речь пойдет об исполнении майских указов президента. В рамках правительственного часа состоится отчет об их реализации. На сегодняшний день и бюджет испытывает большие сложности в части доходной и, собственно, соответственно, расходной части. Наши возможности ограничены. Между тем, указы ставят достаточно амбициозные цели перед властями всех уровней и региональными. И муниципальными, и, на наш взгляд, жизненно важно, принципиально важно добиться исполнения, безусловного исполнения указов. Мы договорились с правительством области, с губернатором области, что на ближайшей сессии в рамках правительственного часа заслушаем информацию о тех проблемах, которые есть при реализации указа и попытаемся совместно нащупать, найти пути решения этих проблем. А в Государственной Думе обсуждали тему многоженства. С предложением узаконить полигамные браки выступило руководство Чечни. Тем временем парламентарии хотят ввести наказание за подобные случаи. А что думают о многоженстве череповчане, мы узнали на улицах города. Да не знаю, по-моему, так это бред. Почему? Почему? У меня одна женщина для любви, другая для тела, но жениться, чтобы... Против и все. Неохота делить своего мужа ни с кем. Одна-то выносит, а тут несколько, так это уж да. Негативно, потому что это как бы грешно. И мы как бы русские, да, мы православные. И я считаю, что 10 заповедей, да, их нужно соблюдать. Я считаю, уже есть уклад, сложившийся в этом государстве, поэтому не стоит его менять. Финал патриотического фестиваля «Город Победы» состоялся в Череповце, в спорткомплексе «Юбилейный». Наградили самых активных участников конкурсов и состязаний, приуроченных к 70-летию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Череда торжественных мероприятий началась в октябре прошлого года. 9 мая – это не завершение, день, когда мы завершаем мероприятие. У нас юбилейный Город, у нас юбилейный Город Победы. И мы 9 мая завершаем, мы не прекращаем помнить этой даты. Мы будем продолжать проведение мероприятий практически в течение всего года. И после 9 мая наше мероприятие сегодня будет в череде этих мероприятий, которые мы будем проводить. И помни наши ветераны. Одним из центральных событий сегодня стал вынос знамени победителей. Огромное полотнище размером 4,5 на 30 метров создали из множества фрагментов на каждом текст, который написали от своего имени ветераны Великой Отечественной войны. Пожелания, стихи, биография и наказы современной молодежи всего Лоскута было собрано 1680. После Дня Победы знамя отправилось в путешествие по городам и районам области. Планируется, что марафон завершится 22 июня в Итигре. Это еще не все новости. Вот о чем мы расскажем во второй части нашего выпуска. Подозреваемые в убийстве череповецкого таксиста задержаны. Об этом сегодня сообщили следователи. Это 14-летний и 15-летний подростки, а также 23-летний мужчина. В чем причина убийства, разбиралась Елена Кириллова. Долотская – центр мировой цивилизации. По крайней мере, такой факт хотят доказать местные жители. Подробности у Екатерины Машковской и Анатолия Холина. Сегодня День пионерии. В Центре детского творчества Алексеевой открылась тематическая выставка, а мои коллеги и я в том числе вспоминали свое пионерское детство. Подробнее об этом в новостях. Реклама быстро пройдет. Оставайтесь с нами. Весенние предложения от ООО «Инвесстройзаказчик». Только до 1 июня. Возьми ипотеку и получи дополнительную скидку 5% от застройщика. Подробности по телефону 24 78 15. Долевое участие на выгодных условиях. Количество предложений ограничено. Смотри, какие шкафчики. С мужем выбирали. Здорово. Как же вы так умудрились? Потребительский кредит. Россельхозбанк? Вы что, подались фермеры? Россельхозбанк – надежный государственный банк для всех. Проценты хорошие. А с поручителем еще дешевле. Бриш, а ты за меня порочишься? Россельхозбанк. Кредит на любые цели. Новая стоматология. Доброжелательная обстановка. Индивидуальный подход. Новая стоматология. Все дело в улыбке. Проспект Победы 95. Телефон 52 08 32. Кредиты на все случаи жизни в Пру-бизнес-банке. Череповец. Ленина 61. 24 мая. Рок-фестиваль «Время колокольчиков». С участием группы «Чишекомпания». В Восточном экспресс-банке пунктуальные заемщики каждые полгода платят по кредиту все меньше и меньше и меньше. Возьмите кредит с понижающейся ставкой и экономьте на процентах. Все просто. Платите в срок, платите меньше. Ниже. Еще ниже. Цена ниже. Бензиновый культиватор «Патриот Аризона» всего 13 500 рублей. Подробности на сайте бегам.ру. Бегам. Всегда низкие цены. Представьте, что счета за электроэнергию приходит в ваш почтовый ящик, который всегда под рукой. Вы получаете их каждый месяц вовремя, все сразу и в любом месте, где вы находитесь. Что для этого нужно, чтобы ваш почтовый ящик был электронным? Услуга «Электронный счет» от Вологдаэнергосбыт. Получайте счета за электроэнергию на электронную почту. Удобно вам? Расскажите знакомым. Равняемся на силу Сибири. Трубы сантехника от H2O в каждой квартире. Насос для колодцев и скважин «Беламос» всего 5 190 рублей. H2O. Подробности. Череповец. Победы 93Б. Открою секрет. Самый быстрый способ построить комфортный дом. Приходите в строительный двор «Аксон». Строительные материалы по низким ценам. Строительный двор «Аксон». «Рыбинская 59». А через сайт «Аксонквик.ру» Ещё быстрее. Экономлю время и силы. На первом городском новости продолжаем выпуск. Троих подозреваемых в убийстве череповецкого таксиста задержали полицейские среди злоумышленников двое подростков. Несовершеннолетним грозит до десяти лет лишение свободы. Их старшему товарищу, 23-летнему мужчине, отвечать перед законом придётся более строго. Подробности узнавала Елена Кириллова. Работа таксиста не самая безопасная, признаётся Олег Семенушников. Он много лет работал с убитым в одной организации. Сегодня десятки коллег проводили 50-летнего жителя Тоншилова в последний путь. После страшного преступления сердце холодеет. Но семью кормить надо, признаётся Олег. Я его знал лично. Он давно работал. Он всю жизнь работал в таксопарке. 50 лет было мужчине. У него остались жена, да? Жена, сын, дочь. Конечно, внутри-то уже не так. Себя чувствуешь комфортно. Естественно, не то. Ну, других вариантов нет. Автомобилисты с резанными ранами. Случайные прохожие нашли возле дома номер 29 на Шекснинском проспекте. Это произошло накануне ночью. Автомобиль погибшего, Шевроле Лачетти, пропал и был объявлен в розыск. Оперативники первым делом начали искать пассажиров такси. Днём этот двор довольно оживлённый. Но именно здесь, ночью, и произошло преступление. По предварительным данным, злоумышленники хотели завладеть автомобилем таксиста. Поэтому и убили водителя. По неофициальной информации, автомобиль погибшего полицейские нашли за городом. Он был припаркован у дома одного из подозреваемых. 23-летний злоумышленник ранее уже был судим за кражу и угон машины. Сейчас, кроме убийства, на него ложится ответственность и за вовлечение в преступления несовершеннолетних. Один из них – 15-летний подросток. По данным Следственного комитета, психически нездоров. Второй воспитывается в неполной семье. 14 лет мальчику исполнилось только в марте. Это значит, он тоже уже подпадает под уголовную ответственность. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Поэтому более подробную информацию о интересах следствия сейчас огласить мы не можем. В настоящий момент следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проверяется причастность задержанных к совершению преступления. Решается вопрос об избрании в отношении них. Меры пресечения выделя заключение под стражу. Специальных средств защиты для таксистов не существует. Поделились с нами в одной из таксомоторных компаний города. Перевозчикам приходится самим заботиться о своей безопасности. Что это будет? Монтировка под сидением, бита в багажнике, газовый баллончик, травматический пистолет в кармане. А возможно, знание психологии. Каждый водитель решает для себя сам. Если не понравится, что клиент, просто его не садить в машину, вот и все. Просто в последнее время ночью не работает, да и все. А днем-то ведь все-таки. Вот и все. Ну и кое-что есть, конечно. Ну как, везде есть свои опасности. Не боимся, работаем. Надо работать. Два большегруза КамАЗа и МАЗ столкнулись сегодня на перекрестке Комсомольская-Столиваров. По информации ГИБДД Череповца, водитель КамАЗа не выдержал безопасную дистанцию, не смог вовремя остановиться и врезался в заднюю часть МАЗа. В результате аварии пострадал сам водитель КамАЗа. Ему зажало ногу, понадобилась помощь медиков. Как рассказал водитель МАЗа, вся ситуация сложилась из-за полицейского УАЗика, который двигался от мясокомбината со спецсигналами. Всем пришлось в спешке останавливаться, чтобы пропустить полицию. Однако один из большегрузов не сумел сориентироваться и произошла авария. Добавлю, что МАЗ уехал с места происшествия своим ходом, а КамАЗ дергал трактор. Сегодня в Череповце стартовало специальное мероприятие «Пешеходный переход». Сотрудники ГИБДД усилили контроль за участниками дорожного движения. Экипажи ДПС будут нести службу в местах, где наиболее часто происходят аварии. С начала года на «Зебрах» произошло более 50 ДТП, в которых погибли 6 человек. Около 20 из этих происшествий случились по вине самих пешеходов. Люди внезапно выходили на «Зебру», не убедившись в собственной безопасности. Халатность проявляют и водители. К другим темам. Деревня Долуцкая – колыбель мировой цивилизации. Этот факт сейчас стараются доказать местные краеведы. В Устюженском районе создана инициативная группа под названием «Железный век». С просьбой отнестись повнимательнее к истории края жители отправили письмо президенту Путину. А пока с легендами деревни ознакомилась Екатерина Машковская. Деревня Долуцкая встретила нас немайским холодом. В белых кокпе на ветках черемухи старые низенькие дома, изрытые дороги. В непогоду на улице пусто. И кажется, деревня как деревня, как все на севере. Однако местные жители называют Долуцкой колыбелью цивилизации, мировой. Откуда такие амбиции? Правительство царское очень высоко ценило вклад Устюжный. По рассказам краеведов, в окрестностях работали ученые-археологи. Они сделали множество находок. Нашли оружие, орудия труда, которые выковали местные мастера. Из металла, который выплавили местные металлурги. Из местной железной руды. Ее добывали тут же, в болотах. По словам местных исследователей, железо до сих пор можно найти под землей в этих местах. И оно до сих пор выходит на поверхность местных водоемов. Это можно увидеть по цвету воды. Она такого характерного буроватого цвета. Алексей Вершинин, который на выходные приехал на родину матери, рассказывает, что за хорошей водой приходится ходить на окраину деревни. Она какая-то вкусная здесь? Вы знаете, как говорят местные, что в колонке она ржавая, а здесь настоящая питьевая. Загрязняет ли воду местная болотная руда или просто виноваты старые колонки, приезжий человек Алексей рассказать не смог. А вот в местной администрации поведали о сохранившихся с древних времен домницах. В окрестностях у нас тут есть курганы, так скажем, бывшие кузницы. Бывшие кузницы, то есть там добывали железо, его как-то обрабатывали. Но это было очень давно. Все это тоже изучили приезжие ученые. 2800 лет. Вы представляете, это технологии, которые ровесники египетским пирамидам. И мы на такой сидим, на таком золоте сидим, и мы абсолютно ничего не делаем. А что же нужно делать? По мнению краеведов, деревня Долотская у Стюженского района может стать центром мирового туризма. Приезжие могли бы знакомиться с началом железной цивилизации. Чтобы напомнить о местных заслугах, забытых российскими историками, в деревне создали инициативную группу «Железный век». Ее председатель Герман Чемко рассказал и о том, чем именно в этих местах удалось остановить монголо-татарское войско. Помог у Стюженский чеснок. Так называются спаянные шипы. Разбросанный по дорогам чеснок ранил копыта лошадей-захватчиков. По мнению краеведов, деревня Долотская вполне могла бы стать населенным пунктом буинской славы. С этим согласен и живущий в деревне ветеран Великой Отечественной войны Александр Серцелюбов. Про татар или литовцев Александр Георгиевич ничего не знает, зато помнит, как выли местные бабы, провожая своих мужей на фронт в 41-м году. А никого мужиков не оставших было. Все. И вернулось мало. С предложением организовать в Долотском центре туризма, внести данные о воинских подвигах в школьные учебники, с такой просьбой инициативная группа «Железный век» направила письмо в администрацию президента. Пришел ответ, что инициатива передана рассмотрением Министерства образования. Деревня Долотская вместе с жителями и найденными археологами-артефактами ждет своего звездного часа. А может быть и правда, колыбель цивилизации не только Древней Египет или Китай. Возможно, она притаилась в Устюжинском районе, чуть в сторону от федеральной трассы. Боксеры проверили готовность к длинному соревновательному сезону. В Череповце во дворце бокса прошел открытый кубок в Вологодской области среди юниоров и взрослых. Большинство первых мест досталось хозяевам ринга. Открытый кубок в Вологодской области по боксу среди юниоров и взрослых проводился впервые за четверть века. Первенство области традиционно проходит в Вологде, а соревнования за кубок решено проводить в Череповце. Это хорошая стартовая площадка на длинном соревновательном пути сезона и проверка сил в боях с представителями других регионов. Возраст спортсменов 19-22 года. Самый важный в определении дальнейшего развития карьеры любого молодого боксера. Кубок в Вологодской области, скажем так, командные соревнования проводились еще во времена, в советские времена, в 80-е годы. И после этого как-то у нас по взрослым, ну только чемпионат проводился, ну был, естественно, турнир Бардина. Эти два ключевых соревнования на нашей Вологодской земле. Ну а сейчас вот федерация приняла решение, что одного чемпионата среди взрослых недостаточно. Всего в соревнованиях приняли участие 55 боксеров. Среди них было два мастера спорта России, а также две девушки. На черепаевском ринге бои получились жаркими. Уступать не хотел никто. В итоге пять боксеров выполнили норматив кандидата в мастера спорта России, а большинство золотых медалей завоевали череповчане. Лучшие боксеры области уже через две недели отправляются на юниорское первенство северо-западного региона, которое будет проходить в Манчегорске. Им было важно почувствовать себя в соревновательном режиме. А вот Андрей Вельма едет в Европу. Он получил персональное приглашение на международный турнир, который пройдет в Польше. Международные встречи. Там поляки, чехи, данцы приезжают. Надеюсь на дальнейшее развитие своей карьеры. То есть там, если тренеры посмотрят на меня, то, возможно, еще будут звать, ездить, боксировать. То есть перспектива хорошая. Что касается этого соревновательного сезона, то бокс высокого уровня можно будет увидеть и в Череповце. В планах проведения осенью чемпионата северо-запада в нашем регионе. Еще об одном. Сегодня 19 мая. День пионерии. В бывшем Доме пионеров, а ныне Дворце детского и юношеского творчества имени Алексеева, сейчас работает выставка, посвященная пионерам. В частности, тем, кто прославил наш город. Маченков Леонид Иванович был старшим пионер-вожатым 24-й школы. И он стал героем Советского Союза. Петя Судаков, ученик первой школы, сын полка. Гуся Гурьянов, который погиб в Баренцевом море, тоже был активистом нашего Дома пионеров еще до войны. Подобную экспозицию здесь открывают ежегодно. Эти атрибуты прошлого бережно собирали сотрудники дворца. На выставке можно узнать и о череповецких пионерах, участниках Великой Отечественной войны. И о первом пионерском отряде, созданном в нашем городе. И даже примерить настоящий пионерский галстук. Добрая половина сотрудников канала «12» пионерами не была. Те, кто был, сегодня вспоминали пионерское прошлое. Однажды к нам в класс пришла пионер-вожата и сказала, что нужна девочка в знаменную группу. Я подумала, ах, выбрали бы меня. И она поворачивается и говорит, Катя, а давай ты будешь ты. Я так обрадовалась, потому что вместо английского я пошла учиться маршировать. У пионеров очень много было дел. Мы собирали макулатуру, собирали металлолом. К 9 мая мы носили ветеранам поздравительные открытки от школы. В моем пионерском детстве я была санитаркой. Мы следили за чистотой класса, мы следили за чистотой пионеров, чтобы были уши чистые, чтобы приходили в опрятном виде. В четвертом классе я успела побывать командиром пионерского отряда. Еще я помню, что все в основном носили галстуки такого оранжевого оттенка. И было особенно модно достать с оттенком малиновый такой галстук. Очень красиво. И еще я очень хорошо запомнила, что наши старшеклассники где-то в 8-9 классе, они переставали после школы носить галстук. Они их прятали в карман. За пионерское мое детство, наверное, у меня сменилось галстук в 5. Как-то, видимо, мы очень неаккуратно к этой вещи гардеробы относились. Помню, что продавались они в киоске «Союз печати» среди журналов, газет и канцелярских товаров. Запомнилось еще то, что нужно его было по-особенному гладить. Вот просто так он не поддавался глажке, а нужно было его хорошенечко намочить и в мокром виде гладить. В завершении выпуска прогноз погоды сразу после сериала «Сыщик без лицензии» ее звали Никита и Шпионка. Это все, что мы успели рассказать к этому часу. Следите за новостями вместе с каналом «12». Также заходите на наш сайт 35media.ru. До встречи на Первом городском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова